Еще дня три-четыре назад здесь было полно снега, а теперь уже нет. А работа до сих до сих пор есть. Привет, друзья! Ну работа стала попроще, сейчас надо что-то у нас там у человека проблемы с электричеством. И возможно сегодня я завершу эту работу, которую делал дня два назад, когда разбивал лед на наружном кранике. Получилось так, что клиент позвонил мне вчера с утра, когда я еще не совсем проснулся. И я не понимал, что мне нужно было сделать, поэтому я сейчас перед тем, как выехать, позвонил ему. Говорю, слушай, еще раз объясни, что мне нужно сделать. И оказывается у него просто сгорел балласт, то есть когда электричество включали-выключали, включали-включали, скорее всего один из балластов просто умер. Поэтому сейчас я заеду в Home Depot по пути, куплю две-три лампочки, мне должен прислать фотографию самых светильников и поедем менять. Что в принципе даже радует, потому что эта работа, как правило, недолгая. Ну и вот я появился в отсеке лампочек Home Depot. Человек присылал мне фотографии. По тому, как он их сделал, там непонятно какие лампочки должны быть, длинные либо короткие. Но одна люстра вроде точно с четырьмя... Четыре фута. Так, и LED нужен. Кстати, я недавно такую люстру вешал, где-то месяца три-четыре назад. Прикольненько. Так, ладно, лампочки. Просто длинные четыре-футовые LED, то стопудняк здесь есть, а короткие нет. Ну давайте возьмем хотя бы таких. Решил купить три штучки, три по два за 60 долларов. А вот машину нужно, наверное, сегодня уже помыть. Причем, наверное, думаю, своим силами. Ну что, начинаем работать. Целые четыре лампочки здесь стоит. Попросили поставить также четыре. Главное, не сломаться, потому что вот эта вот штука очень хрупкая. И, как правило, ломает себя очень быстро. А вот здесь вот там уже сломано. Тут длинные. Какого-то не получилось. Снять нам. Единственное дело, знаете, как отключить свет для вот этой вот люстры? Смотрите, спускаюсь. И вот оно. То есть надо держать дверь наукрытой. И только тогда все будет хорошо. Ну, так-так-так. Ну, теперь дверь закрыл. Проверил, что ничего нету. Да? Нету, да? Можно спокойно откручивать. Ага. Если бы еще откручилось. Так, ну, все. Осталось сделать домовым. Надо снимать старые. У нас здесь лампочками идут новые. Отправляем их сюда. Так, все четыре. И так, четыре лампочки. Ну-ка, полегать хоть чуть-чуть. А тут тебе можно будет как-то делать. Ну, круто же, да? ну вот и все заказ закончился это вернувшийся клиент если помните когда была снежная зима в техасе мы ему сюда приезжали с вальком меняли картриджи в смесителе и он мне позвонил говорит слушай а ты еще может поможешь мне с лампочками помочь я сказал конечно же могу и вот я тут как тут поменял ему эти лампочки в общем взял я заказ 160 долларов и мне еще дали чаевыми 20 долларов соответственно с этого заказа 180 сейчас мне нужно ехать на estimate дать цену людям нужно сделать вентиляции либо что-то вроде того опять непонятно но сейчас приедем посмотрим и после этого еще свяжусь с парнем которым мы делали наружный кран отбивали от льда захочет ли он дальше продолжается процесс ремонта замены потому что если он не течет велика вероятность что человек просто скажет давай оставим как есть до следующей серии я уже на самом деле съездил на estimate полчаса пробыл у клиента в общем клиенту нужно поставить вентиляцию над варочной панелью которая в центре кухни беда в том что над панелью у них свет панель в центре кухни как я вам рассказал да и она не хочет так который вентилирует внутри она хочет наружу соответственно это надо открывать потолки чтобы открывать потолки нужно сначала снять всю там люстру которую него было наверху блин не люблю эту дорожку вот тут вот видите плохие бывают момент вот и в общем я сказал что я все это могу сделать цена по отдельности для вытяжки там тысяча полторы для света там тоже тысячи полторы и посоветовал я говорю слушай у меня есть человек который делает ремонт то есть есть но и люди которые берут большие проекты у них большие команды и позвони ему может он сделать себе дешевле и дал ей номер говорю потому что я не хочу чтобы ты платила мне большие деньги если ты можешь сэкономить и вот такая вот честность задерживает у меня и клиента есть то есть она даже когда я с ней пообщаться игры здесь минут 30 40 час был я с ней общался общался на говорит что блин а я тебе должна ты так много мне полезного рассказал показала все остальное игры нет самое главное чтобы мой клиент был час кстати возвращаясь к моему клиенту быть быть счастливым вы это на меня начали бочки катить что вот этом офигел на горе людей делать деньги ну во первых я не делал деньги на горе людей я просто sees the moment воспользовался моментом и мои цены которые я говорил в тот день они были ценными которые диктовал маркет в тот момент когда меня заказывали работу сейчас и позвонят и скажут зубов почини мне утечку я приеду я сделаю да за 500 700 долларов ну может за тысячу без ремонта стены там я им сказал цены по получается полторы две тысячи некоторые люди платили но она даже была включала в себя в том что я приеду через неделю вот где-то в пятницу меня уже есть первый клиент один из тех которые уже забил мне нужно будет заделать им стену бесплатно это уже входило в ту сумму соответственно я отдавал им гарантию я тратил материал я даже дополнительно делал там утепление тех труб чтобы в будущем такого не случилось и даже ставил трубки лучше чем были то есть там стояли у них одного типа я поставил другой с более толстой стеночкой чуть-чуть что потому что именно в том месте ну поэтому трубки не выдерживал там грубо говоря пошло поехало в общем вы не переживайте за то что я пытаюсь делать на горе людей деньги я иногда им если вы замечали если у меня есть возможность не заработать а просто помочь человеку знаете что давайте я заеду на мой вот то я лучше дам им хороший совет и все и уеду зато человек будет счастлив потому что например в тот мороз я тоже лучше бы может быть например сидел бы дома и переживал там как мне обогреть мой дом но чувак тут вообще одностороннее движение если чё на секундочку молодой зеленый и в общем не переживайте ребята а всем тем кто порадовался за меня за нас нашу дружную бригаду верим это мы весело провели этот день даже ребрышками потом отметили через пару дней не все ладно чё трындеец попробуем поехать дальше вот работа вообще прям редко пошла на спад хотя я вижу некоторые там сантехники еще носятся но и не звонят и вот смотрите даже мойка делать деньги здесь мойка всегда была 6 долларов знаете сколько сейчас сейчас парень сказал 9 баксов 3 доллара то есть они подняли ценник на 35 процент в общем короче так что вы понимаете да это просто цены которые диктуются рынками если рынок диктует значит столько чарльт я ни в коем случае не обижен на людей если сказали столько стоит значит столько стоит поехали 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 я еду еду давай махает махает домахал молодец нейтралочка отключились что-то я много затрындился а я вообще на самом деле сначала хотел дома купила помыть машину сам всего что у меня мойка есть и все остальное но учитывая сколько здесь песка и все остальное я решил что вот парничать профессионально мне помоет мой боль вон он уже пианица ну и теперь машина помыта кстати 3 доллара дороже это было 50 процентов дороже чем обычно машина красивая начищенная намазана ну никто на самом деле не мазана просто высохла пока я доехал домой погода 17 градусов на солнышке кстати последнее время на канале начал подписываться много много людей 150 200 человек в день если так все пойдет и дальше то через месяц 2-3 у нас будет сто тысяч на канале вы помните да как только 100 тысяч хитнет в разыграет 1000 долларов среди своих подписчиков поднажмем ну и что вы себе думаете я написал тому человеку с которым мы договорились сегодня что я буду менять его кран герну что будем продолжать или нет и в ответ у меня пришло такое сообщение говорит на что я проверил вроде работает как как положено или давай пока что мы горит отложим если вдруг что тогда эти позвоню ну раз отложим так отложим теперь сижу я дома и ничего не делаю я понимаю что вас сейчас заколебу с этой коптильной но нам очень понравилась кумбрия тем более что у меня еще есть дружище который любит скумбрия горячее копчение сегодня мы с дашей с дашей а сегодня я один опять сделаю скумбрию чтобы было и даши на работу и нам дома поесть и друга угостить осталось только смотрите самое гадкое это каждый раз мыть коптильную перед тем как что-то наложить но я думаю что ладно все еще раз я помою сегодня мы пока вот такую чумазую загрузим я уже решил вас напрягать процессом этот тот же самый процесс что был в прошлый раз закинул через сейчас 20 забрал кстати помните видео 10-15 назад был самый дорогой болт так вот я им сегодня мне пришлось написать потому что уже две недели прошло а чек я до сих пор не получил и с этим платежом не задержка так что можно считать что то что я тогда заработал я не заработал но я им сегодня отписал и мне в течение где-то 5 10 минут ответили и сказали что дай нам проверить все с нашей бухгалтерии мы тебе дадим ответ поэтому либо на это либо на следующей неделе я вам скажу что там дальше с этой историей а тем временем вова может начинать смотреть что там как там у нас рыбка готова ну вроде потемнело ой это уже лишние да можно снимать что рыбка вроде получилось дашу только приехал с работы пробовать вчера мы купили кокосик и самое время в бой войти хандимену для самого чистого сверла после этого наши отверстия завели даши отверстия для даши посверлить какой-то отверстие и знаете попробовать но он должен быть причинного коричневатия но я думаю что будет такой тоже нормально так на это наверное все увидимся в следующем видео пока ладно ладно уговорили покажу вам еще когда же будет его пить все дошли дальше пришла посылка сегодня кислая невкусная кстати спрашивается как выучит английский с море сериалы с английский сути на английском языке что такое бухнул уже что знаете я попробую кто пожалел кокосовое молоко ничего особенного не пила но он такой кокосовое молочко ладно теперь видос точно подошел к концу мы ужинаем идем спать а а вы ждите следующий видос пока велик велика вероятность сейчас вот сейчас мне позвонят скажут сделай дырку нет сейчас не позвонят и скажут в область за почини мне утечку после даже отверстие завели даши отверстия для даши посверлить какое-то отверстие что это не может быть 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 Продолжение следует...